Здравствуйте, Козероги! Это Ваш Декапрь. Начнем с фона месяца на дне колоды Луна. Луна, соответственно, либо не исключены какие-то моменты, о которых Вы не в курсе, которые творятся, например, за Вашей спиной. Такое возможно. Либо у Вас есть какие-то желания, мечты, они пока, может быть, такие вот слегка не обрисовавшиеся в четкие контуры, но Вы бы хотели этого добиться. Но Луна, карта темная, надо это учитывать, что, конечно, какие-то там сплетни интриги вероятны, либо не все прояснено. Линеечка из трех карт показывает прошлое, текущий момент и чем к концу декабря это закончится. В прошлом, двойка жезлов, были какие-то планы, которые Вы строили, что-то Вы хотели, возможно, Вы принимали какое-то решение, пытались его принять или вели переговоры по поводу чего-то. В данный момент Вы всё ещё, пока действовать не начали по двойке мечей, как бы идут размышления, человек пытается прислушаться к своему внутреннему голосу, что подсказывают, что же правильно. То есть не исключено, пока я вижу вот эту двойку, да, к счастью, видите, какая динамика в девятку Пентакли выливается. То есть здесь есть какое-то решение и сомнение по этому поводу, потому что, возможно, этот выбор у кого-то это по поводу работы здесь, потому что в работе тоже развилка, тоже какое-то непростое решение, которое сложно даётся. Либо вам сложно даётся, либо есть какие-то нестыковки, не удаётся пока что договориться до чего-то с кем-то. Но к концу месяца девятка Пентакли, то есть это у нас финансово очень хорошая отдача, это такой личный успех, благополучие, спокойствие и какие-то доходы, какие-то деньги или имущества, которые Вы получите. Соответственно, но на отношении немножко это по-другому бы выглядело. То есть это может выглядеть по-разному и быть в разных вещах, потому что девятка Пентакли, не надо забывать, что помимо достижения цели, оно, видите как, это персональный успех. Иногда чисто я сам с собой вот этого покоя, успеха и комфорта достиг или достигла. И оно не всегда говорит о том, что это в отношениях, потому что в девятке Пентакли человек бывает один. Да, он успешен, да, у него есть, не знаю, что-то, средства какие-то, имущества, достаток, но он остаётся один. Не надо это забывать. Развилка в работе. Непростое какое-то решение, которое Вы пытаетесь принять. Я когда говорю «работа финансы», это позиция работы финансы, не исключено, что это может относиться и к имуществу тоже Вашему, потому что любая имущественная ситуация, она влияет на наш достаток и то, чем мы владеем, что мы имеем. Какое-то сложное решение. Либо будете в этом месяце пытаться с кем-то о чём-то договориться, и договариваться надо очень аккуратно, мы дойдём до совета. Либо Вы пытаетесь принять какое-то решение, но оно Вам нелегко даётся по каким-то причинам. В личной жизни аисты у нас могут говорить и о беременности, и о желании создать семью, и о желании изменить что-то в отношениях. О переезде, допустим, если Вы встречались, если Вы ещё пока вплотную не сошлись с этим человеком, то в этом месяце всё может быть. Может быть Вы или этот человек, то есть либо кто-то приезжает, прилетает даже больше, либо Вы переезжаете уже прям-таки к своему партнёру. Здесь может быть так и так. Но, покуда я смотрю разными дополнительными картами, здесь не исключено возвращение ещё человека в Вашу жизнь. То есть если в прошлом, например, были какие-то, ну ситуация была такая вот двойственная, непонятная, и до сих пор ситуация такая вот в растопырку, как я говорю, под бойком всегда, она немножечко, то ли мы здесь, то ли мы там, так и не ясно. Но по девятке Пентакли, может быть, всё благополучно завершается, и этот человек возвращается к Вам. Теперь посмотрим, что карты Вам советуют, как себя вести, чтобы максимально, ну, так сказать, успешными быть в декабре. Никаких спонтанных решений, никаких выпадов с удалью молодецкой не рекомендуется. Потому что всё, что не продумано, всё, что спонтанно, всё, что Вы вдруг, ну, я называю это шлия под хвост, да, но вдруг, например, настроение такое, и вот не обдумав какой-то шаг Вы выпрыгнете и сделаете, он может привести к не совсем тому результату. По семёрке мечей мы очень аккуратно добиваемся своей цели. Я бы сказала, даже здесь хитреца есть какая-то, дипломатичность обязательно, и с помощью переговоров вдумчивых, грамотных, мы пытаемся разведать, прощупать почву, узнать что-то, и плюс максимально с выгодой для себя, что ли, с пользой для дела договориться с человеком. То есть, если вдруг Вам показалось, что что-то такое вот обидное сказали, или, ну, не терпится мне, нельзя себе этого позволять в этом месяце. Ни в коем случае. Включите дипломата на все 150%, тогда Вы гораздо большего добьётесь. Ну, в любом случае, итогом Девятка Пентакли, то есть для кого-то это будет действительно получение денег, для кого-то это такое вот ощущение комфорта, благополучия, удачливости, успешности. Так что я рада за Вас, дорогие козероги. Все решения принимайте обдуманно, всё, пытайтесь постоянно переговоры эти вести, если ситуация связана с другими людьми. Обязательно. Путём переговоров и, ну, такой вот, да, даже я бы не назвала это ловкости. Но, понимаете, бывают такие ситуации, где неуместно проявлять нетерпение и какой-то юношеский там, либо максимализм, либо обидчивость, позволять какой-то вот обидчивости выплёскиваться. Ни в коем случае. Здесь надо всё очень аккуратненько. Тогда Вы действительно сможете понять, если Луна – это то, что происходит где-то там, и Вы этого не видите, не замечаете, не понимаете. Если кто-то что-то пытается за Вашей спиной, если Вы будете, как говорится, они хитры, а Вы хитрее по семёрке мечей, тогда, ну, и раз такой совет дают, неспроста его дают. Так что желаю Вам быть дипломатами и добиться вот этого успеха по Девятке Пентакли. Удачи Вам всем, дорогие Козероги. Пока!